Как бы на лекторы себя, ну, как бы не позицирую, но расскажу все, что у нас произошло, и отвечу на вопросы, если у вас будут, да? У меня все случилось очень стихийно, зимой прошлого года, дети, вот вторая моя дочка с сыном, с внуком, собирали крышечки, и вот с этих крышечек, конечно, их было чуть больше, чем здесь на фотографии, все и началось. То есть мне, они уехали, оставили эти крышечки, оставили во мне это желание собирать. Я уже их не могла никак выбросить, и думаю, надо же их куда-то пристроить, и узнала, что у нас в Ярославле проходит такая акция «Ярый экомобиль». И я, значит, первый раз туда поехала. Ир, присядь, что ты стоишь там? Ну да, тоже подумала. Поехала и думаю, поеду, посмотрю, а там крышечки, и на этом и закончу, наверное, весь сбор. Вот, ну, посмотрю, думаю, наверное, там, ну, моего, нет, я наоборот подумала, наверное, там вот моего возраста, бабушки, наверное, собираются, ну, что-то там какое-то, может, даже не знала, что собирается, и только повезла крышки. Я приехала, и меня это так заразило. Молодые парни на машинах подъезжают, разбирают какие-то пакеты, у них в одном одно, в другом другое, они всё это сдают, подъезжают семьи с маленькими детьми. И так меня это вдохновило, что я решила, нет, одними крышечками здесь не обойдётся. Начинаем, да, начинаем собирать больше. На следующую акцию мы уже поехали с дочерью. Это у нас была на площади труда, напротив цирка в Ярославле. И народу машин поставить негде, и все идут, и идут, и идут. И в городе, конечно, объём такой, я живу на окраине города, в посёлке Ягники. Вот, у нас всё-таки всё такое более компактное немножечко. И, короче, вот после этих встреч с экомобилем, после этих акций, вот всё и понеслось. Одна фракция, другая, всё это накатывалось, накатывалось. И в июне мы, работаю я ещё заместителем и председателем ТСЖ, кроме основной работы, вот, и мы решили собирать, предложили на своей странице жителям поучаствовать. Откликнулось у нас тогда 8 человек, которые сказали, точно будут дома разделенным сбором заниматься. 16 ещё просто лайкнули, но меня вдохновило, то, что больше тысячи человек просмотрело это объявление. И мы на них и рассчитывали. Первую акцию мы провели, те, кто дома накопили, собрали всего там 68 килограмм. Ну, собирали только вот пластик, стекло. Потом, спасибо Любочке, она меня на просторах интернета вдруг обнаружила. Я стала на ваши странички заходить. И когда у вас летом была тоже акция, не помню, как называлась, в этом городском парке, и видео было, да, выставлено. Я с ума сошла, думаю, да что, весь Рыбинск, что ли, собирают? У вас идут и идут, идут и идут. И с семьей, и с большими пакетами. Вот, конечно, Люба меня очень вдохновила. Вот летом, когда мы открыли вот этот эко-дом, я запросилась, мы с дочкой поехали просто погулять по Рыбинску, поскольку я здесь училась в 80-м году, в 80-м, 82-м году. Решила посетить места своей голодости. А в этот момент эко-дом был закрыт. Позвонила Люба прямо с дороги, она говорит, да, конечно, сейчас кого-нибудь из балансеров попрошу, и вот мне все открыли, показали. Я говорю, что вот столько друзей я еще сразу-то и обрела, потому что очень понравились у Лины работы, там у нее вот эти часы-то на бутылке-то спрессованной. Вот, и Сергея Крылова тоже работали, мы сходили в кафе, посмотрели. Вот так расширялся тут знакомых, которые занимаются. Так я обращала внимание, как у вас акции проходят. Вот, и мы, значит, тоже стали немножко развивать у себя в ТСЖ. Таня, я стрелочку потеряла. Нашла. Я такой пользователь, ты уж не обращайте внимания. А, вот далеко, все, далеко уехала. На другую? Да, сейчас вернусь. Ну, и вот первым делом я, значит, когда на акцию-то съездила, я в Мобиль, и предложила в подъезде собирать. Вот выставила эти баночки, стали жители собирать, стали больше интересоваться. Сейчас у нас такие баночки стоят во многих подъездах. Жители тоже попросили, в этот раз нам школьники обклеили красивыми информационными листами, чтобы было понятно для чего. Только под крышечки, да? Только под крышечки. В подъездах стоят только под крышечки. Да, добрые крышечки. Сдаем мы их на компанию «Умная среда», теперь они называются «Эко-дом планет...» Нет, «Эко-завод планет-дом». Да. А, по-другому? А, Али Никайловский, да. Они переформатировались. Серьезно, да? Как-то то же самое, чисто название. Чисто название. Там другая группа у нее теперь. Да, но она всех вроде как перекинула, всех, кто у нее в группе был. Они сразу автоматически стали... А, нужно вообще не поискать надо, а то я подписала. Да, да, да. Ну, я так понимаю, что там у нее была по франшизе... Там будет юридически чистый момент. Да, а сейчас она же разрабатывает сама очень многие изделия. Вот сейчас дойдем, она нам разработала контейнеры из переработанного пластика. Это я знаю. Вот, и мы их открыли. Это боксы, да? Да, да, это боксы, да. Это вот, значит, вот такое наше было решение потихонечку. Потом у нас собирают в тоже сырье дворники. Скажу, что наше ТСЖ входит 13 многоквартирных домов. У нас вот 52 подъезда, в общем, ну, пятиэтажки большие. И, как бы, территория, это охват-то у нас такой достаточный. Ну, конечно, не городского масштаба, поселочного. У нас в поселке это несколько управляют, но не все еще к нам присоединились. Вот. И вот у нас дворники вот так вот собирают. Летом, конечно, вообще очень хорошо. Ну, вот сегодня я вышла, за дворник уже поработала. Два пакета, пока машину заводили, два пакета собрала, отнесла в кладовочку, да. Так что у нас есть что собирать. И вот мы стали собирать, места у нас не было, вот это у нас прямо в ТСЖ. То есть вы купите, да? Мы копим, да. Сначала вот мы копили, сейчас расскажу, как мы дальше доехали. Вот так мы копили, люди приносят. Мы копили в ТСЖ, вот это тоже все в ТСЖ. А у вас какая-то комнатка есть под этой? Вот у нас в ТСЖ мы снимаем комнату как бы под офис, а это вот перед лестницей. Все прямо перед лестницей, потому что там никто не ходит, только, ну, как бы наша помещеница. Вот мы вот там все это и собираем. Всякие там пожарки не привали? Вот эти ящики мы собирали чисто для компании Умная Среда, но буду ее пока так называть. Еще сама не привыкла, вот Планета Экодом, Планета Дом. Вот мы для них собираем эти ящики и на скамейки, перерабатывали их на скамейки. Бориса Васильевна, задан был вопрос по поводу того, что не ругают ли пожарки. Вот, ну, к нам никто там не бывал, пока не ругали, нет, пока никто нас не ругал. Да, 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 ну, мы вывозим каждую неделю, мы вывозим каждую неделю, да, у нас долго не копится. Это вот мы летом проводили акцию, у нас там есть часовенка и такое обихоженное место, там 8-10 лавочек стоит, все, плитки, вот, безобразие, в том плане, что летом это посиделки распилочные. Я вот писала целый пост, что как вы, место памяти, это часовенка о погибших воинах, с венками, там, вот, со свечками. И вот, и 8 скамеек, 8 урн, и они каждый, вот, выходной, в субботу уберу, в воскресенье приду и опять. Вот, во столько пакетов, это одноразовая уборка. Это вот, это в субботу я убрала, в воскресенье придешь ровно столько же, это летом. Сейчас-то нет, конечно. Вот, такую акцию проводили, собирали здесь. Это вот, ну, уж просто, хотела еще похвастать, это не в тему. Это мы установили воркаут еще площадку в дворе, новую воркаут площадку, и вообще планируем их несколько сделать. Мы немножко нас, это, Антон Королев, ну, не то, что подвел, он не подвел, он нам все хорошо сделал. С документами у нас немножко не заладилось. Мы как-то с ИЖ не работаем ни за НАЛ, ни за какие-либо схемы, мы только работаем за... По СРЖ. По счетам, да, по счетам. И он был немножко не готов. Ну, установили, а потом полгода утрясали документацию и заплатили за них же налоги, как за самозанятых, чтобы только, ну... А территория вы начали? На своей территории? Эта территория нам пока еще не принадлежит. На сегодняшний момент мы пытаемся ее замешивать. Вот. Эта территория администрации поселения, мы с ними согласовали. А, то есть у вас согласовали. Мы согласовали, они нам дали бумагу, что они не возражают, что мы за свои денежки тут поставим. Но сейчас этот двор у нас вошел в программу «Наши дворы», и он будет дальше усовершенствоваться. Вот. Вот она, первая наша скамейка в сентябре месяце. Вот в июне мы начали сбор, в сентябре месяце мы накопили эту скамейку. Вот я сегодня писала там в группе, что устанавливайте такие, раз металлические вороны. То есть она 130 килограмм сказала. Ее вот вчетвером, только-только поднимая, вот она, наша красавица, стоит во дворе. Аня вчера тоже скинула. Одна скамейка, установленная в прошлом году на площади труда деревянная, и наша скамейка. Вот они пережили зиму. Та уже ободранная деревяшки, кто-то там ножичком или чем-то, или просто она отсловилась, оторвали. И требует, и требует уже покраски за зиму. Эта скамейка не требует покраски. Она какая была, такая стоит. Она у нас сейчас стоит в снегу и в воде. Каждая ножка немножко протопила снег, и там лужицы еще образовались. Она не гниет, она антивандальная, ее не сдвинешь. Жителям, когда поставили, они мне весь вечер звонили. Лариса Васильевна, скамейку-то не украдут, мы ведь ее сторожили из окна. Я говорю, да пусть попробуют, ее не сдвинешь. Но вообще была такая, ну, как бы боязнь, что могут погрузить так же вчетвером и увезти. Ну вот пока стоит сентября. У нас вот тоже цветник пережил зиму. Пережил зиму. Да, у вас цветник. Мы вот тоже, надеемся, в этом году. Сейчас всю зиму копили. У вас выработка или глаза? С выработкой. Вот на какой же заказали. Да, люди подходили, не верили, что она не деревянная. Вот им прямо, да не может быть не деревянная она, что она есть классика. И такой коричневый, да? Да. В коричневый. Они сейчас, говорят, вроде делают разноцветные. Они гладкие делают. Вот я была у них в Ангаре, в этом. Ага. Да, да, да. И они делают такие серые, серовато-черные. Но они вот эти красивые смотрятся. Да, и коричневые. Такие, они нарядные какие-то. Вот весь... В фотографии там у тебя еще урны же есть. Да, да. Ну, попадется, я покажу. А, нету? Ну, покажу тогда. И у нас теперь стоит еще рядом урна около этой скамейки. Вот весь сентябрь мы проводили вот такую акцию. По субботам, Макрафт нам выставлял вот контейнеры. И в субботу мы объявляли, люди копили неделю. А в субботу в определенное время, они в дневное время стояли. И они приносили и заполняли ее. А потом ее увозили. Один раз оставили. На ночь уже хранила это я. Вот я не закачала, надо было закачать. Еду из города. Мы ее поставили. И я думаю, ну, съезжу до города. Еще время до того, как ее заберут, есть. Вот. Еду обратно. И мне с остановки пишут, Лариса, у вас там весь картон забирают. Я бегу к этому вот этому боксу. Ну, приехал молодой человек на машине. Старая машина, у нее большой короб на этом, на машине. И он весь выкидал наш этот картон. И уже грузит к себе на машину. Ну, вот сказала, что сейчас вызовы участкового. Конечно, это повлияло на него. Он обратно все забудел. Но я всю ночь сторожила из окна. Ну, мне прям... Ничего, если все старали нас с Маркой, правда? Да, да. Конечно, обидел. Я говорю, мы уже потом вывешивали объявление, что это акции, что это для сбора. Лариса, даже штраф не действует. Да, да. Но... Старая машина, правда? Да, да. Я писала, что это у нас под видеокамерой, хотя не было там видеокамерой. Вы писала, что все записывается, пожалуйста, ну, не воруйте то, что предназначено для общего пользования. Ну, они как по сбору как от Хартии возят вам или как? Или вы с Хартии ничего? Нет, мы не с Хартии. Мы заключали договор с вашим рабом. Именно с ними, да? Батарея сильно разряжена. Мы заключали с ними договор с Ильей Пасконовым, и они у нас вывозили за деньги, они нам платили, они нам вот это, они вот ставили, и они нам обсчитывали. Ну, они взвешивали, наверное. Мы взвешивали, все по фракциям, присылали на платную и оплачивали деньги. И то есть на счет вам, то есть? Да. И мы вот эти деньги копим до сей поры. Да, у нас с ними договор. Да, у нас с ними договор. И, значит, может быть, еще какие-то есть интересные фотографии. Вот, это, значит, вот так, в последние месяцы мы это субботы проводили. К зиме мы добавили еще, значит, предложили. Жителям собирать батарейки. Вот опасные отходы батарейки. У нас на поселке есть вот этот оранжевый бокс для опасных отходов, для батареек. Но вот сколько администрации, он на балансе администрации находится, сколько им не говорило, он немножко у нас поломаны, выломаны дверцы. Что ж там люди хотели, ну, батарейки, их же за деньги не сдашь, что хотели сделать, я не знаю, выломали дверцу. И она теперь не закрывается, и всю диму там заметал снег, все батарейки были в воде. И, в общем, теперь мы все эти батарейки оттуда изымаем, сами собираем, и Андрей Акимов у нас их забирает, сдает. Потому что у нас нет, ну, возможности отвозить, потому что менюш не такими большими. Мне до разрешения все равно на это нет. Да, да. А раз они собирают, у них наверняка есть тоже договор с НЭКом, вот они у нас забирают. Сейчас они нам еще предложили пенопласт собирать, но вот уже два раза им сдали пенопласт, Андрею, да. Они нашли какую-то фирму, которая перерабатывает то ли в асфальт, то ли в бетонные какие-то... А добавляют? Блоки добавляют. Да, да, добавляют. Добавляют. Вот. Уже можно щелкнуть? Ну, аккуратно только. Это вот все вот в этих, это вот все эко субботы по субботам. К нам присоединялись магазины Озон, молочный цех нам много сдал, битого стекла. Вот это все мы сдавали в Макраб. Вот приходили с детьми, мамы с дочками, и там это тоже мама с дочкой, да. Люди присоединяются до этой же темы. Вот, еще у нас есть бытовки, вот в домах, два панельных дома, у нас там бывшие мусоросборники. Поскольку мусоросборники у нас заварены, мы ими не пользуемся в пятиэтажках. Вот там сейчас вот все никак не сдадим этот сам мусоросборник металлический, никак его не отпилим, чтобы сдать на металлолом, чтобы кладовка побольше была. Ну, вот так у нас собирают сюда дворники, приносят жители, я заношу, и раз в неделю мы это все сдаем. Да, это вот все у нас в этих кладовках. И в мешках. Так, это чего? А, это еще расскажу, да, что в сентябре я участвовала в совещании... Ну, как это называется? Как это называется? Не знаю, как это называется. Семинар, семинар. От мусора на улицах до РСО. Это в рамках фестиваля Дни Германии в Ярославской области выступал там... Сейчас уже имя не назову, на иностранные имена вообще памяти никакой. Он выступал и рассказывал, как в Германии за несколько десятилетий они организовали этот раздельный сбор. Вот, щелкни следующую картиночку. У них вообще, конечно... Я не знаю, почему у нас в стране не хотят заняться это на государственном уровне. Все очень просто. Им предложили, всем жителям... Ну, предложили, так как у нас это бывает, да, принудительно? Нет. Добровольно-принудительно, да. Предложили заняться раздельным сбором. Как у них это произошло? То есть выделили несколько фракций, которые можно сдать бесплатно. Но ты должен подготовить там чистое стекло, чистый пластик. Он сказал, у него дома 7 пакетов. Ну, вот 7 каких-то мест, где он собирает сразу раздельно. Вот стекло, значит, пластик, там, картон. Даже они сдают эти бытовые отходы пищевые. Они все сдают. У них один всего контейнер, черный они его обозначили, то, что нельзя никуда на переработку сдать. И вот именно этот контейнер они сдают за деньги. Все остальное они сдают бесплатно. Им каждый месяц приходит вот такая распечатка, где, в каком месте, в какой день, в какие часы ты можешь сдать свое вторж сырье. Ну, сегодня, например, вот у вас в эко-доме, завтра в другие часы, может, ближе к твоему дому можно где-то сдать, может, где-то, типа, Ярмобили, как у нас ездит, можно вот на машине. В общем, у них каждый месяц, им с квитанцией приходит вот такая распечатка, где указано, куда ты бесплатно можешь отвезти. Кинуть никуда нельзя больше. Нигде мусорок нет. Как мусорок есть? Эко-боксы, куда ты тоже можешь принести. И пищевые отходы они сдают, вот тоже там есть какой-то, компостируют. А то, что они никуда не могут, нигде не принимают, вот они это сдают. И тоже очень интересно. У каждого есть свой джип, у каждого жителя. Он сдаёт, ему сразу, на его фамилию приходит счёт. Ну, не сразу, в общем, сразу взвешивается, и там раз в месяц или раз в квартал, всё, что ты сдал. Он сказал, я в этом году что-то уж очень много нас давал, дорого заплатил. Вот. И это они оплачивали. То, что никуда нельзя сдать, то, что не перерабатывается. Единственный счёт, который им приходит, вот за этот чёрный контейнер. Всё остальное они стараются сдать. То, что не подлежит переработке. Очень, да. Как у нас вот тротая семёнка ведь, да, по Франции? Да, да, да. То, что не подлежит. И он говорит, чтобы минимизировать вот эту свою оплату, я в магазине сначала читаю упаковку, а потом смотрю продукт, который я хочу в этой упаковке купить. Потому что, если я эту упаковку буду платно сдавать, то я и продукт этот не куплю. Сразу поменялось и подход мышления. Мы же сейчас, ну вот, ну сейчас ещё вот эти стали, вот я тоже, например, стала думать, а куда вот эти подложки-то девать? Лучше и не покупать уж на них, потому что, ну, никто их не принимает. Вот. У них вот всё, у них всё прекрасно. У них есть, как они называются, Люба подскажет, фантомы, или нет, как-то какое-то слово. Фантоматы. сдал и получил чек на оплату следующего сока. То есть, ты уже всё время покупаешь только продукт. И всё время сдаёшь это стекло, и тебе выдают деньги. Вот такие. Ну, в ленте же у нас ставили, не зашло. Не зашло? Их убрали. Да вы что, его оставили? Я вот читала, что в России где-то ставили. У лента, я расслаблю, я его видела лично. Фантоматы. А в чём у них не зашло? Кому убыток в ленте? Ну, люди не стали носить на ленте. Ну, не стали. Ну, наши не... У них сначала было без скидки, просто чек не вылезал. Вот с этим была заглотка, что кидать можно, а чек на скидку не вылезает. Обильно. Вот. Ну, и итогом этого вот, как бы, семинара стало участие наше вот с Любой тоже в конкурсе «Ноль отходов». И можете поздравить и Любу, и меня. У нас получились первые места Поздравляем. Да, спасибо всем моим друзьям. Она тоже выставляла в своей группе и стала столько много людей интересоваться. Вот я Любе очень благодарна за её эксперимент, что она взвешивает каждый месяц. Я вот тоже замечаю, что я раньше выносила практически каждый день мусор. А теперь вот у нас, у меня вот такой пакетик, я вот в этот раз пошла. Иду с соседкой. Она с неё таки. Иду с соседкой, молодая девушка. И она решила со мной поздороваться. И мы с ней идём, а у нас уже вот сейчас дойду до этих эко-боксов. А я так иду, смотрю, так подозрительно. Она что-то из моего подъезда несёт всё в одном пакете. Тут что-то я не очень понимаю. Я вроде все восстанавливаю, рассказываю. Я ей говорю, «Оля, а что-то у тебя тут не расфасовано?» Она говорит, «Да, я вот тоже что-то думаю. Я сейчас пакетик открою». Вот, она открывает свой пакетик, начинает читать, что куда, в какое отделение. Я ей говорю, «А видишь, я с каким пакетиком иду?» А у меня вот ровно столько мусора. И это вот, не помню там, что такое-то было. Но вот всё, что не перерабатываю. Из-под кормы мы никуда не деваем. Я говорю, «Вот видишь, у меня сколько?» Потому что я всё в эти уже контейнеры отнесла. Она говорит, «Я всё поняла». Потом смеётся, потом рассказывает, «Попалась я же с твоей маминой глаза». Вот. Так, значит, что ещё вам рассказать? В марте мы ещё провели немножко ещё вот такая, немножко, это самое, отстранюсь от нашей общей темы, хотя она тоже связана. Провели такую акцию в ту же сырьё во благо жизни и в рамках Дня Добрых Дел. Вот 15 марта я и знать не знала, хорошо, спасибо. И интернет-сообществом подсказывают все праздники. И мы предложили нашим жителям всё, чтобы сдадим макулатуру, чтобы они почистили у себя, там старые журнальчики, разобрались на этих, на балкончиках. И за данную макулатуру вот с 15 марта по 1 апреля мы эти деньги перечислили детям в онкологическое отделение. Вот сейчас мы с ними, так скажем, дружим, сотрудничаем. у нас в семье есть уже семь подопечных, которых не с днём рождения. Ну вот случайно, совершенно тоже, они совсем недавно, в прошлом году, организовали страничку в сообществе онкологическое отделение города Ярославля. Там дети со всей области, я знаю, что и ваши рыбинские там ребятишки есть. Вот первый мальчик, которым я познакомился, был из Углича. И у них была такая там страничка наши мечты. И я тогда вот детям говорю, я так поразилась, дети, ну, у них такие мечты-то, ну, они всё время в больнице. Они всё время, вот эту девочку поздравляли с шестилетиями, четыре года, из которых она провела в больнице. Это вообще, это уму непостижимо, но мамы у них, это я не знаю, я всё говорю, я от вас позитивом просто. Они такие позитивные, они такие, они такие весёлые. Вот приезжаем в отделение, вот привозим то питание, то или что-то ещё передали, или там, ну, что мы им там, пиццу привозили, да, на конкурсы. Вот. Мамы выходят, весёлые, да, ну, такие вот, понимаете, вот, ну, по моему роду, такому внутреннему, что там, ну, вот всё так уныло, всё так, они вот такие вот прямо, и поэтому нам так хочется им помогать, вот. И первый вот мальчик, который очень хотел в цирке, когда они приехали, мы купили им билеты с мамой, и когда приехали, она говорит, а где у вас цирк-то находится? Мама-то никогда не бывала в цирке, и не до этого. У них другие заботы, у них вот другие, это уж я так, такое вот моё лирическое отступление сегодня, это просто вот, мы с ТСЖ тоже все, вот руководители ТСЖ сложились, купили у них там на страничке эмблема слония, да, и мы как раз, как-то вот всё, оно как-то вот наслаивается, вот не думаешь, что вот ты пойдёшь в это русло, и вдруг, когда я увидела этого слоника, вдруг у меня на странице Киндертина, у нас есть второй магазин, руководитель, ну, как это называется, не руководитель, а директора магазина, она живёт у нас на посёлке, и у неё второе одно в городе, одно у нас, и вдруг она выставляет, интерактивный слоник, ну, вот прямо в руку, в отделении детям этого слоника, вот мы сложились, купили им слоника, вот у них, они выставляли, что там у них теперь по коридору бегают слоники, сбегает слоник на пульте управления, ну, вот так вот с ними дружим, и вот в этот раз тоже перечислили им эти деньги, потому что у них тоже проблем хватает, сейчас всё подорожало, многие медикаменты они получали с Украины, а теперь вот из Белоруссии даже у них что-то там тоже не очень сейчас клеится, вот даже вот такой перевязочный материал, который, ну, да, он в больнице есть, вот эти капельницы приклеивать, они вот лежат целыми сутками на капельнице, и эти вот скотчи, которые больно отрывать, а есть скотчи, которые не больно отрывать, надо их купить самим, вот эти скотчи покупали, ну, в общем, вот, это немножко такое маленькое отклонение, но самый итог, значит, нашей работы, где там, мы в марте, наконец-то, да, мы, когда познакомились, а, ещё и с Аллой мы познакомились, вот этот планета дом, который перерабатывает из пластика, делает уличную мебель, и она к нам летом приезжала, и мы с ней задумали большой проект, пока есть проекты у нас, вот были только с храмейкой и урна, но вот на сегодня мы уже открыли, ну, ладно, ладно, открыли эко-боксы, они у нас тоже из переработанного пластика, три там отделения, красивые, красивые, яркие, да, они запертые у нас на замках, там есть большие биг-беги, а как попадают? попадают там вот в такую щелочку, там вот над каждым этим окошечком, куда уже не заберётся никто, да, тоже пытались у нас первый день, приехали лихие парни с крюками доставать наш картон, а что? мы тоже еще не повесили видеокамеры, но там будут висеть видеокамеры у этих двух контейнеров, вот, и мы с ней задумали эти контейнеры, она долго их разрабатывала, она для Москвы делала немножко другие, потом делала, более для няндовы, вот, и люди далипают всем весям, да, и городам занимаются растениями, а животные туда не попадают? а? животные не попадают, вытесчили, животные? но птицы пока не попадают, кошки там не залезают, нет, пока не было, а там съестного нет, там чистый пластик, 1 чистый пластик, 2 чистый картон, 3 собираетесь, вот собираетесь, вот собираетесь, это отдельно, потом чистый, ну вот картон, бумага, все что бумажное, кроме тетропаков, от сока и от молока, а в 3-й мы хотели металл, но побоялись, что металл все собирают, если мы его обзовем металл, то, я говорю, у нас приезжали уже с крюками доставать из этого контейнера картон, все прямо крюки на машине, крюки припасли, да, хорошо председатель заметил, он у нас, мужчина такой неслабый, и это самое, ну вот поговорил, жестяные банки, жестяные банки, и мы там, мы написали там, прочий пластик, и металл вроде, у нас так подписано, третья какая, это вот синяя, прочий пластик, консервные банки, да, и консервные банки, кому банки нужны, да, кому банки нужны, так что вот, поэтому собираем 3, вот мы уже 3 раза сдали, 22 марта мы открыли, и 3 раза уже вчера, 3 раз сдали, все, приезжает компания 40-х турма, вот, Извините, я перебью, она огромная компания у вас, да? Ну, чтобы мысль не ушла. Она огромная компания у вас в Ярославле. Какая? Торг Торма. Торг Торма тоже большая компания, да. Вот вы тоже с ней сотрудничаете? Теперь мы сотрудничаем с ними, да. А, с ними конкретно. Мы, когда задумали самые вот эти акобоксы, мы искали спонсора, они очень дорогостоящие. Вот. Я выходила на Коваленко, когда он депутат, когда он тогда как раз баллотировался, тем более он в Госдуме был членом Комиссии по экологии. Он, ну, я так понимаю, что не он со мной, наверное, на сайте общался, на страничке, а его помощницы, которых я все время критиковала, и они мне еще должны были отвечать, что они исправятся, что они все донесут, что все... Ну, они писали от его имени, кстати. Там, да. Ну, так мы с ним и не дошли в сентябре ни до чего, а он потом уже не прошел в Госдуму, поэтому интерес у него вообще пропал. Потом мы выходили на своего депутата Никешина, который вот и в нашем поселке строит жилье. Он мне честно сказал, что его перерабатываемый пластик не заинтересовал никак. Ему... Он съездил со мной и в Калий на предприятие, он все посмотрел. Вот. Он сказал, я за эту сумму вам поставлю, хотите деревянных, хотите каменных, каких хотите, но других. Мы сказали, нам других не надо, мы хотим именно из переработанного пластика. Вот. И, значит, и потом уже Алла как-то нашлась. Как-то у них совпал разговор с Азатом, и вот директор Турмой, и он тоже заинтересовался, и она вот первый опыт мне сделала. Это вот, что тут не вижу, там где-то есть Азатом. У нас презентация где-то там была, открытия была. Да, да. Это вот уже мы, это уже погрузка первая. Да. И вот в октябре они были готовы. Он их, вот на сегодня уже не знаю, но 25 штук он уже оплатил, и они готовы. А Али пришлось снять соседнее помещение, чтобы их хранить. Они в разборке, их же полностью не привезешь. Собирать надо, да. Да. Вот. И с октября месяца мы утверждали разрешение. Но, слава богу, мы это сделали. Бесплатно это вам, да, их поставили? Нам поставили, бесплатно платил их Тург в Турмой. И обслуживает их Тург в Турмой. Но, это самое, вот, но место, поскольку у нас в ТСЖ нет занижованной земли, место администрации, нам пришлось, наша администрация долго упиралась, не хотела заниматься разделением Турмой. Вообще никак. Вот почему? Они сказали нам вот этого рыжего контейнера для этого. Лишнее телодвижение делать. Да, лишнее. Нам и... Я говорю, да вы за ним не следите, за этим рыжим контейнером. За ними следим мы. И за этими контейнерами мы на себя взяли обязательство, ну, территорию убирать, видеокамеру поставить. Ну, и, в общем, порядок содержать, и следить за наполняемостью, и вызывать, чтобы там вовремя вывозить. Да. Это самое, Тург в Турмой взяла обязательство, что они вот вывозят. А администрации всего лишь надо было дать разрешение поставить вот этот пятачок метр на три. Вот две площадки метра на три мы утверждали с октября месяца. Потом мы, значит, были, когда вот Любу награждали, мы еще участвовали в конкурсе, первый раз в ТСЖ наша вышла в конкурс, раздельный сбор, лучшие практики раздельного сбора в ТСЖ, там, в городе, везде. Вот, мы тогда только первый раз, как бы, заявили о себе, что у нас есть ТСЖ, которая занимается. Да, 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 практики в ТСЖ, это ЖКХ. Вот, и Люба тогда заняла у вас первое место. Да, Лайна Андрея прям молодчина, я прям, да, всегда слежу за ним, прям такая умница, и прям хочется тоже как-то вот соответствовать и тоже где-то продвигаться, рассказывать. Вот, и там мы познакомились на том совещании с директором, с заместителем директора департамента Натаров Артем Николаевич, который занимается как раз от Кобина. И вот, благодаря ему, нам это разрешение, нам дала департамент разрешение, да, администрация, значит, начала затягивать этот процент. Они написали сначала в СЭС, ну, что все-таки это вот, они считают это мусоркой, это же мусорка, рядом с... Ну, уже на закрытии, но нам там все равно больше ничего нет. То есть это не объект для сбора раздельного мусора, а мусорка? Они так считают, но у нас-то это объект для раздельного сбора, его можно ставить даже в подъезде. Красивый. Да, да, и они мне там пришли 20 метров от домов, ну, мы нашли все эти самые показания, что ничего подобного, ничего, все это у нас стоит между детским садом и домом, и живым домом. Вот второй контейнер один у ТСЖ стоит, но там до живого дома далековато, ну, так получилось, мы ставили места, как искали, по ходу к мусоркам, чтобы люди, потому что люди ленивые, в два разных места ходить не будут. Да, и если они идут и натыкаются на раздельный сбор, то у кого-то сознание, значит, он разложит, и потом остальное донесет до мусорки, в факте. Вот, и поэтому искали вот такие пути. Сейчас еще две площадки нашли, вот в понедельник, думаю, что Азата вызовем, и еще две площадки поселка. А там внутреннее наполнение, там что у вас стоит? У нас стоят беговые мешки, они повесили на крючках, и они заперты, дверцы изнутри. А ключи у вас? А ключи у нас. Ясно. То есть туда доступ только у вас? Да. И у них. Вот, и значит, они, значит, СЭС написали. СЭС им сказала, мы тут ни при чем, сами разбирайтесь, администрация в Роспотребнадзор написала. А Роспотребнадзор, а ведь у всех по 30 дней выдерживают. Потом, наверное, в пожарную сколько-то там. В общем, все службы. Я им потом говорю, я сейчас возьму Артему Николаевичу, пусть он приедет и скажет вам, кто это должен решать. Они написали Артему Николаевичу, вот в этот департамент природопользования, и они им дали ответ, что они согласовали и разрешают администрации дать разрешение. И вот только к марту у нас появилось это разрешение, и слава богу, мы его сделали, потому что как только мы его поставили, Хартия написала в прокуратуру, сейчас прокуратура занимается. Ну, они не на нас, а на администрацию. А, ну, конец. Они написали... Инициатива-то от вашего? Да, инициатива наша, да. Они написали в администрацию, и сейчас прокуратура запросила все документы, что законно ли разрешение поставить эти контейнеры. Но я думаю, там ничего не будет, потому что оно законное. Оно законное. Вот, слава богу, мы это сделали, потому что Азат тоже сразу говорили, у меня хотя бы будет от Хартии бумага. Так это получилось. Они это не пропустили. У мужей. Понятно. Инициатива наказуема. Инициатива наказуема, да. Сбором был в этом... И праздник мы такой, сейчас даже скажу мнению людей. Все понятно. Мы сделали такой праздник, попросили школьников поучаствовать, школа нам очень помогла, они даже сделали сценарий. У нас этот контейнер был закрыт покрывалом, вот с таким бантом, этот самый председатель ТСЖ перерезал ленточку, правда мы ее сделали не красную, а желтую. Глава нашей администрации поселковой среагировала на это так. Да, еще у нас было телевидение, еще у нас был департамент природопользования, еще у нас был первый зам района и глава нашего поселения. Она когда только вышла, увидела, что у нас этот контейнер закрыт покрывалом и говорит, я никаких ленточек перерезать не буду, я не такие объекты открываю. Вот отношения администрации. А вы скажите, да мы найдем комеда ТСЖ, чтобы перерезать. Мы с ними находимся в соседнем здании. Вот здание ТСЖ находится, соседнее здание администрации. Так-то мы вообще очень рядом, но они могли пропустить открытие этого. Ну, была и это свои телевидение показывали. И вот я хочу вот с вами рассказать вам, какие были комментарии, что люди с ума сошли. Мусорки открывают. Вы бы еще духовой оркестр пригласили. А вот хорошая идея. Музыка была. Нас в школе перенесли. У нас огромные колонки стояли, у нас музыка играла. Вот почему бы люди еще и так относятся, что они что такого особенного, это пахальное событие. Но событие пахальное, правда? Вот ваш эко-дом, это вообще событие пахальное в области. Вот, и поэтому, ну, в общем, вот так. На сегодняшний день мы с экологистами. И вот я уже как бы сначала вообще стеснялась, что я там в какую-то компанию вдруг ввелась. Думаю, девчонки такие уже матерые, такие уже награжденные везде. Ну, а я-то думаю, а я-то, ну, я просто вот из поселка. Вот, и это самое. Ну, теперь я считаю, что мы в одной команде. Мы сейчас с ними пытаемся попасть на сортировку чистого города. Я написала во все страницы, куда могла. Мне пришли уже три отказа. Сначала от департамента природопользования. Пришел отказ, который, вот, мне не очень хочется с ними ругаться, поскольку они, вот, тот двигатель, который нам разрешил вот это установить, но прям поругаться очень хочется. Они так защищают хартию. Они вот прямо так защищают хартию. Ну, это вообще. Вот сначала от них пришел, потом ровно такой же под копирку, слово в слово. Пришел от харти. Теперь мне пришел очень похожий текст, ну, хотя бы не слово в слово, а от правительства Ярославской области. Что чистый дом, сортировочная станция является особо опасным объектом. Я в департамент написала, дайте ссылочку, где у них опасное производство. Дайте, я не нашла. Да, мусоросжигание – опасное производство. И то, пожалуйста, Артем Козлов вместе с департаментом недавно побывал и посмотрел, как там они это все делают. Ну, хорошо, мы не собираемся в большой экскурсии. Я им написала, мы готовы по одному и в касках. И в масках. И в масках. Да. Ну, масках, понятно. Ну, еще и в касках как раз особо опасное производство. Ну, от чего нам там опасаться-то? Мы уже съездили на сапироку. Собственного мусора. Да, да, да. От собственного мусора. Вот расскажу свои эти самые впечатления. Мы съездили от вас, от Рыбинска тоже две девочки были. Да, да. Потому что они с тобой общались, да, звонили. Мы ездили к Рия Пасконову. Это компания «Макраб». «Макраб» он нас любезно принял, обещал нам еще в прошлом году. А потом мы говорим, девчонки, если вы не против, давайте собирайтесь. Спасибо Лине Хромовой, которая собрала всю команду. Потому что я никого не собрала, только сама съездила. Я, конечно, обалдела. То, что мы кидаем в общие контейнеры, вот Хартир. Когда кидаешь в контейнер, не заглядываешь и видишь все раздельно. Ну, пакеты. Вот тут вот лежат, видишь, стекло. Вот тут видишь пластмассу. Когда привозят на мусоросортировочную станцию. Они же в машине это еще все прессуют. Как они из этого хаоса что-то выбирают? Там стоит у них линия, эскалатор идет. Там, вплоть до таких срезов деревьев. На этом все поднимается. Там все это с пищевыми отходами. Ну, они же прессуют в машине. Да, высыпают контейнер, а потом прессуют. Чтобы побольше-то привезти, не воздух возить. И вот это все они стирают. На линии стоят молодые парни и девчонки. По 12 часов у них работают. И вот они из этого хаоса, я больше никак это назвать не могу, пытаются, пытаются что-то выцепить, что можно сдать. А видео, видео, я смотрела. Это вообще, это меня настолько впечатлило. И вот мы, когда свои эти вот эко-боксы сейчас сдаем, вынимают они этот бэк. И там один пэк чистенький. Даже без крышечек. Они же еще мы их отдельно собираем. Даже сплющенный. Даже сплющенный. Его только прессуют. Ну, какую-то досортировку они, конечно, все равно проводят. Потому что, может, там что-то попало. Но это настолько мизерная досортировка, что это спрессовал и, пожалуйста, на переработку. Кто будет по этому и сопротивляться? Безработка, оставите людей. Вообще. Тут читаю, здравствуйте. Тут, значит, читаю. Оказывается, да. В этот раз мне очень понравилось. Азат говорит, странно. Об этом стали говорить депутаты. На прошлой неделе, пятой неделе, пятого числа, было депутатские слушания. Я о них чуть узнала по факту и уже не попала. Наверное, там заявляться надо. Ну, хотя, судясь и кочево, я бы так прошла, наверное. Ну, потому что она меня звала в Думу-то. А я ее позвала в другое место встретиться. Она мне говорит, сейчас выступит Артем. И я говорю, какой Артем? Козлов? Она говорит, Козлов. Мы вообще-то обсуждаем. Она говорит, мне надо было там быть. Я хотела послушать. Но что я там услышала потом в записи, вот в том, что они пишут, что сейчас вот есть такой обусмен по работе, по защите предпринимателей. И он вот до этого еще слушания высказал, что мусорная реформа все-таки в Ярославле провалена. Наконец-то услышали людей и пришли к такому выводу. Я ему написала. И это самое, что мы вас очень поддерживаем. Она действительно никак не работает. То, что когда они снимали у нас вот эти эко-боксы, вдруг в этой передаче прозвучало, что в таких площадках 700 штук. Я им говорю, вы немножко спутали площадки. Совсем с оранжевым боксом, может быть. И то Харти не дает полный список улиц. Я ему писала. Дайте, пожалуйста, полный список улиц. Хочу проинспектировать по городу, поездить, посмотреть. На сайте якобы висит. Якобы висит. Там половина не совпадает. Там на сайте эта карта. И вот так вот просто кружочки расставлены. Узнаю, какого дома это стоит. Ну, в общем, ну ладно. Они говорят 700. Хорошо. Но рыжие баки не работают. Я не знаю, как у вас. У нас нет. У вас нет? У вас вообще нет. Зелененькие. Мы когда познакомились с Артемом Николаевичем из департамента, и сказали, что мы занимаемся кокомпом, и вдруг на следующем совещании я, значит, на совещании говорю, это вы нам оранжевые баки прислали? Он так хитро улыбается. Говорит, ну не я сам. Ну, может быть, мои сотрудники подсуетились. Нам сразу привезли оранжевые баки на поселок. Что, раз вы занимаетесь, давайте-ка. Никто никому ничего не объяснил. Люди до сих пор не понимают, никто там это не читает, что там есть какая-то табличка для раздельного сбора. Я каждый раз заглядываю в эти баки, потому что мы еще так это, верхние это забираем, все что-то. С кругами не ходите? Ну, у меня вечерний обход, я еду из города домой, но дочка знает, у меня вечерний обход, у нас три мусорки, я пока их не обойду, я домой не хожу, потому что очень много картона, очень много чистенького. Они говорят, мама, ты хоть в мусорку-то не ковыряешься. Я говорю, не-не-не, я только сверху. Не-не-не. Она не ковыряется в мусор, потому что все, что люди сдают, если мы это видим, мы это видим по фотоотчету. По фотоотчету это мы сдали, нормально, это мы вообще-то на мусорку относили, а они уже сдали, мы уже это все прихватнули. И рыжие байки у нас не работают никак. Там ровно такой же мусор, там ровно дежа. И еще, значит, вот когда депутаты собирались, я искала, ну, как бы, единомышленников, кто из депутатов все-таки нашу сторону принимает. Нашла Осипова, Илья Осипов, который, например, такую поставил тему, что, я не знаю, как Харти, вот, может, Люба знает, как Харти открутилась от того, что они не убирают мусорные площадки. А потому что они этим не занимаются, они только отвечают за транспортировку договора. Ну, я вот помню, когда в этом году только их навязывали, у них была оборда, но в договор она почему-то не вошла. Я уж поднимала сейчас все договора, смотрела с департаментом, у них правды нету. Ну, вот я написала, вот написала это самое, что, но ведь то, что там мусор, всего два фактора, и оба зависят от Харти. Или переполненные баки, то есть они вовремя не убрали, или при погрузке они не подняли то, что упало. Больше нету. А они, наверное, то, что упало, все, мы только погрузили, они так и делали. Они обязаны подобрать то, что упало у них, когда они грузили, а то, что лежало до них, они не обязаны убрали. Ну, это вот все неправильно, и сейчас вот Осипов все-таки. А это дура в законе. Это мне отвечали тоже. Тоже отвечали, да? Да, у меня есть целый пост тоже, да, про переваливание ответственности. Это я еще в 19-м году писала, тоже задача, кто ответственный вот за площадку. Никто у нас. Никто. Только житель. За мусор оставленный, ну, где-то, ответственен тот, кто его оставил. Вот так у нас в законе прописано. Да, и Хартик вам говорит, так вы присылайте своих дворников, так у нас дворник еще дежурить будет целые 8 часов своей работы, когда вы подъедете, вы же в разное время приезжаете. Мы откуда знаем вашу логистику, с какого вы мусорного бака начнете, да? Ну, в общем, вот, хотя вы, депутаты, уже озадачились. Потом он еще сказал, конечно, вот про тариф. Слава Богу, сейчас есть прецеденты, которые уменьшают тарифы. И это вот случилось в Архангельской области. И я им сейчас всем тоже эти скидки дала. А где ты читаешь это в этом? В интернете наберите в Архангельской области. В области уменьшение тарифа. Да. Они уменьшили его на 30%. Да что вы? Да. Они целый год делали замеры. Ну, это, конечно, наверное, совместные были с департаментом, с региональным оператором. Ну, фиксировалось все, наверное. Фиксировались, да, и уменьшили на 30%. Все. С первого апреля тариф уменьшает. То есть, каждому приходил уже уменьшенный тариф? С первого апреля вот приходить у них уменьшенный тариф. За что? Она, что у Хартии сопротивляется вот этому всему, потому что уменьшение тарифа. Конечно. Они обязаны его уменьшить, если вот когда вот так не будет. Вот они сейчас... А если они его будут уменьшать по всем регионам, они уйдут. А им давно пора уйти. Мы очень за это. Мы очень за это, чтобы они ушли. Вот этот Бакиров... Он тоже говорит, что на сегодняшний день, но это и правильное решение, не надо одного оператора. Должно быть 2-3 на город. Конкуренция должна быть такая. Чтобы конкуренция была, чтобы они анализировали. Это все и было. Они обзивили, например, у нас было в 3 раза дешевле, когда вы уже на пилю. Я даже и об этом не задумывалась. Так вот они не пускают на сортировочную. А сейчас у меня большие сомнения, работает ли у них сортировка. Сиди фотографии, которые они... В Кторма, они пускают. Они пускают. Да, мы с ним ездили, да. И еще поедем. А за Кторму, да, у нас тоже приглашают. То есть вы туда сдаете, да? Нет, нет, нет. Иногда мы сдавали Макрабу с нескольких тоже мероприятий, да. На Торг-Вторму мы просто ездили на экскурсию. В принципе, то, что они принимают, мы и здесь по своим каналам сдаем. Смысла нет. Ну да, вам возить смысл. А мы-то сдаем туда по этому... Конечно, конечно, да, 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 да. И вот считалось, что Ахартия, это мало того, что не собирают такой необъяснимый завышенный тариф, они еще... Вот сейчас же есть нацпроект «Экология», и там же очень большие деньги. Путин же сказал, что к 2024 году они хотят стопроцентную сортировку. Не сортировку, а обработку отхода. А это другое. Обработку отхода. Обработка отхода. Это посмотрел? Ага, такой-то отход. Обрабатываться. То, что он его через руки пропустил, да, это уже обработка. Вот, но они тоже, Ахартия запросила 2,5 миллиарда на модернизацию. Я хочу спросить, а какая модернизация, если у них этот и ничего не работает. То, что рыжие контейнеры, они сейчас хвалятся, департамент пишет, мы в лидерах в России, у нас 700 рыжих контейнеров, ну, они пишут, 700 площадок для раздельного сбора. А всего лишь считают просто эти рыжие контейнеры, и все. Вот. Так что, если бы вот качнуть немножко лодку, хотя вот не Илья Макраб, не Азад не верят, что что-то сдвинется, и Ахартия куда-то подвинут. Ну, здесь глупо. Тут ее сдвинуть надо. Друхнется, да. Потому что Ахартия их взяли на договор подряда. Раньше и Торкфторма, и Макраб, они занимались, ну, были самостоятельными операторами, полноценными, также конкурентами просто. И они обслуживали тоже некоторые части города. С приходом Хартии их взяли просто на договор подряд, И они от имени Хартии просто забирают некоторые адреса, которые им Хартия еще разрешит. Которые еще разрешили? Ограничили им, да, поле деятельности. И они просто на своих сортировках сортируют. А то, что Хартия на своей сортировке сортируют, они туда не пускают. Они туда не пускают. У них там опасное происходство. Может, там ничего и не сортируют. Ну, вот несколько фотографий я вот уже стала искать, смотреть. Ведь кто-то ведь посещал эту, потому что мне вот Бородина Татьяна Алексеевна, это самая контроль ЖКХ, говорила, Лариса, там точно есть сортировка. Я лично там была. Думаю, надо поискать. Я поискала фотографии. Там был, значит, наш мэр, этот самый Болков со свитой, так скажем. И там есть фотографии, есть фотографии, но они так похожи на постановочные. Знаете, в каком плане? Макеты поставили? Чистые? Нет. Там все вроде как есть, оборудование есть. И бункеры есть, все есть, и эта вот линия есть. Но вот чистое там бетонное, например, или асфальтное покрытие. И высыпаны две кучки мусора. Вот мы были на... Фотошоп, наверное. Нет, не фотошоп. Он просто, наверное, высыпали вот для встречи. Только что. Показать. Потому что, если работает сортировка, такую чистоту содержать нельзя. С колесами прицепилась, ветром разлетело. А у них прямо идеальная чистота. Идеальная чистота две кучки мусора. Потому что это мусор еще. А по линии идет 1П. У них фотографирована линия, там 1П. А где они его взяли-то? Я стесняюсь спросить. Аж у кого они его взяли-то? Уже рассортированный, если он еще только поднимается на линию сортировки. Но я считаю, это вот постановочные у них, постановочные кадры, и они не действуют у них. Вот. А вообще, стало интересоваться, а если вообще сейчас, вот как мы их пишем, так нам такие сортировки сейчас вот ручные, ничего не дадут. Если, чем больше население привлекать, они не будут справляться, вот даже из этих, да? А оказывается, вот в Подмосковье есть такая, Восток назвать, я не знаю, как расшифровывается, КПО. КПО. КПО Восток. У них такая модернизированная, я посмотрела видео, такая модернизированная мусоросортировка, это вообще, у них там и какой-то вихревой поток, и магнитные. На магнитном акрабе сейчас поставили, что-то уже. Поставить, да? У них там видео есть, как у них железо присыпляется, алюминиевые банки не имеют. Сомневарного течения. Да, 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 у них так все сортируется там вообще очень здорово. Ну, конечно, вот даже и вот на макрабе у них там, конечно, исходный-то продукт, чистенький, как они это умудряются, прессованный, красивый, ну, все, как бы, все возможно, если бы были вложения. Если бы Хартия хотела модернизироваться и хотела развития, они бы все это сделали. За 4 года, вот пока, надо сказать, а зачем мы делали? А зачем мы делали? Они не получают, и при этом ничего делать не надо. Вот насчет того, что делать я хотела. Сегодня наблюдала из-за того, такую картину. Подъехал мусоровоз, то есть стоят 4 одинаковых бака от Хартии. Два выгрузили, два оставили. А почему? Я не знаю, почему. Я не, я вот и хотела. Очень интересно. Очень интересно. Мы так все с мамой наблюдали. Во-первых, он поворачивал, то есть не по основной дороге, допустим, да, как вот, где-то транспорт ходит, а он, во-первых, вернул нашими дворами. То есть вот это вот махина. Да у вас проехать невозможно. То есть вот так вот, проехать невозможно. Умудрился, понимаешь, что, ну... Очень хотелось. То есть, да, очень хотелось. То есть он там, я еще говорю, да, что ли матушка прется-то? То есть он проперся с той стороны и подъехал, выгрузил два бака, мы сейчас с мамой стоим, вот, смотрим из окна. Я говорю, ну, может, передохнут, там, может, устали товарищи, ну, сейчас догрузят. Не, нифига, сели и уехали, а эти так, давай оставили, я говорю, а чем они отличаются? И там, то есть на тех четырех баков написано хартия. Что не так? Или только вот лимит по два бака, что ли, в каждом доме? Может быть, арендованные подрядчики разные. Не знаю. Это проезжает слева, а это справа. Вот. Понимаешь, у нас тут только на два садились. По-другому не объяснишь. Они же все, которые самостоятельно вывозили, они же теперь вот обязаны, ну, под их крыши. Может быть, это разные. И причем, что интересно, то есть бак, до которого он не вывозил, то есть он был не пустой, потому что они когда подъехали, они для крышки закрыли, у которых были, то есть в нем конкретно был мусор. Он просто его не взял. что-то вот не так пошло. Давай все. Я ей хотела сказать, что спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, что пришли. Ой, у вас хорошее. Спасибо. Средоотражающий значок. Ух ты. Который в темное время суток встретится. Спасибо. Спасибо. Как пойдут, вы потеряете вендию. Ой, спасибо. Спасибо большое. Я попросила девочкой из Ярославля передать ей через вас Евгения. Хорошо. Она напишет. Хорошо. Едет в план. Все, хорошо, конечно. Ты возьму. Да. Все, спасибо вам большое. И вы такую большую работу здесь делаете. И, в принципе, на вас я и питалась, и с вас я и начинала. Да. Давайте, давайте, конечно. Да, все правильно. Спасибо. 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 Продолжение следует...